Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим шургу галлы. Для этого нам понадобится мука, молоко, яйцо, сахарный песок, дрожжи, сметана или йогурт и еще грамм 80 масла. В дежу отправляем молоко. Молоко должно быть 40 градусов, теплое, теплее, чем ваша рука. Я сейчас все буду выливать сразу в дежу и буду мешать. Молоко, сухие дрожжи, сахар, где-то пол чайной ложки соли и хорошенечко перемешаем. После того, как перемешаем, добавим две столовые ложки муки. Оставим минут на 5-7, чтобы проснулись дрожжи, а потом можем продолжать работу. Добавляем сюда одно яйцо, белок и желток, сметану или йогурт, масло, которое мы чуть-чуть подогрели в микроволновой печке и муку. Половину добавляем, перемешиваем, а потом будем постепенно добавлять остальное, ну и пока у нас получится тесто. Тесто у нас будет не мягкое, не крутое. Если пристает к рукам, значит надо добавлять муку. Хотя в рецепте все указано точно, но мука бывает разная. Какая-то мука требует больше жидкости, а какая-то меньше. Теперь все выкладываем на стол. Как видите, тесто у меня не очень тугое, но оно и не мягкое. Я его собрала в комок и сейчас покажу вам, какое оно по консистенции. Посмотрите, вот оно такое упругое и в то же время, после того как оно подойдет, оно будет мягенькое. Убираем в посуду и оставляем ровно на час, чтобы наше тесто чуть-чуть поднялось. За это время мы приготовим начинку. Для начинки нам понадобится масло. Начинку я делаю со сливочного масла. Вы смотрите на свое усмотрение. Добавляем сюда муку, куркуму, по нашему это саркёк и хорошенечко все перемешиваем. Куркуму добавляем тогда, когда у нас побольше масла, меньше муки. Она тогда хорошо разойдется. Потом добавляем остальную муку, делаем крошку. После того, как получилась крошка, добавляем фенхель, соль, перец, зира у нас называется. Все по вкусу. Добавьте, хорошенечко перемешайте и можно готовить наши гугалы. Тесто поднялось. Сделаем сейчас из них комочки. Вот это тесто. Из этого теста получается 24 гугала. Теперь нам надо разделить его на части. Я делю на 12 частей. Потом раскатываю по 6 штук и смазываю их маслом. Вы смотрите, как вы умеете. Если умеете раскатывать большие круги, то можете сразу разделить на 10, раскатать большие круги и складывать на друг друга. Я же раскатываю по 6 штук. Не так удобнее. И вот такие тоненькие кружочки теста у нас получаются. Теперь их надо смазать маслом. На каждый слой уходит 2, а то и 3 столовые ложки масла. Хорошенечко смазали. Накрыли вторым пластом и опять же его смазываем. И вот так все 6 штук. После того, как все смазали, оставляем, чтобы наша заготовочка остыла. Остывает и застывает масло. Как только масло застынет, можем нарезать. Масло застыло. Теперь беру нож для пиццы и нарезаю вот такие полоски. Полоски как шириной 4 пальца ваших. Крайние закручиваю в рулетике. Если случайно вы раскатали 10 штук на друг друга, тогда рулетики, вот эти крайние даже, надо разделить на 2 части, чтобы их закрутить. То есть они получатся толстые. Теперь делю вот на 2 части остальные и точно так же их всех закручиваю. Повторюсь, если вы раскатали сразу все тесто, намазали и у вас только высокий слой теста, вам придется вот эти прямоугольнички, которые вы нарезаете для того, чтобы сделать рулетики, сделать поменьше размером. Если я делю на 2 части, вы разделите на 4 части. Крайние разделите на 2 части. То есть со всего того, что вы сделали, у вас получится 24 кусочка, 24 рулетика. Потом ставим красивым, вот то, что считаете, что получилось аккуратно, этой части на стол и двумя пальцами делаем в них такое углубление, как стаканчики. Наполняем начинкой. Сразу не закрываем, чтобы распределить всю начинку поровну. Может на какую-то не хватит, а может быть останется лишнее. Чтобы этого не было, оставляем открытым и если не хватило, заберем у какого-то стаканчика и добавим в другой. Теперь вот берем за 2 края, защипляем, а потом ушки вовнутрь и вдавливаем в наше тесто. Теперь переворачиваем и наши шоргогольчики готовы. Так как они будут еще стоять минут 30 и подниматься, мы немножечко придавим их, сделаем круг побольше. Вот таким образом все гугольчики заполнили, собрали в противень и дадим им постоять полчаса. Накроем пленкой и пусть они стоят полчаса. Через полчаса намажем желтком, желток и шафран, шафрановая настойка. Завариваем шафран заранее и перемешиваем его с желтком. Смажем, возьмем вилку, на каждой сделаем, можете смазать их второй раз, они больше будут блестеть. На каждой делаем 2 дырочки. Потом возьмем или мак, или сезам темного цвета и сделаем серединочки. Духовку заранее разогреваем до градусов 200 градусов. И вот после того, как мы сделали гугол, они еще постоят минут 10, потом отправляем в духовку, 200 градусов, 20-25 минут и ваши гуголы будут готовы. При разрезе они вот такие. Начинка полностью распласталась посерединке. Очень вкусно их утром на завтрак есть со сладким чаем. И просто так они очень вкусные. Внутри мягкие и сами хрустящие. Теперь осталось вам только их приготовить. Поделиться этим видео, поставить лайки и написать комментарии. Кто не подписался, подпишитесь. Спасибо, что посмотрели видео. Заходите ко мне еще. У меня есть еще много рецептов для вас. А пока всего вам доброго. Таби, Бог здоровья и мира над головой. Удачи вам в жизни. Пока-пока. Пока-пока.